Компания Kia начинает новый сезон партнерства с Лигой Европы UEFA. Это крупнейший в мире турнир профессиональных футбольных клубов. В ближайшие 9 месяцев 56 клубов из 25 стран Европы проведут 205 игр, включая плей-офф, куда выйдут 32 команды. В качестве официального партнера Лиги Европы компания Kia запускает серию мероприятий по всему миру. По девизам «Расширяя возможности болельщиков» пройдет трофи-тур Лиги Европы UEFA, чтобы дать возможность поклонникам игры своими глазами увидеть культовый трофей и встретиться с легендами футбола. Кроме того, Kia готовит собственный проект «Юный арбитр». Юные футболисты в возрасте от 8 до 12 лет получат шанс выйти на поле вместе с игроками и судейской бригадой, неся официальный мяч турнира. Россию представляют футбольные клубы ЦСКА, Москва и Краснодар. Еще одна активность – онлайн-игра, доступная в формате мобильного приложения Лиги Европы. Здесь болельщики смогут составлять прогнозы на статистику матчей. В ходе турнира игрок набирает очки за точность прогнозов, и эти очки потом конвертируются в призы. В России завершены государственные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Напомним, что участникам предоставлялись субсидии на покупку новых машин российского производства стоимостью до 1 миллиона рублей. Но выделенный государством бюджет уже исчерпан. В 2019 году на субсидии было выделено более 20 миллиардов рублей. Суммарно программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» позволили россиянам приобрести 100 тысяч машин. Субтитры создавал DimaTorzok